Инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения, сокращенно ОНМК, характеризуется в дезактном, в течение нескольких минут или часов, появлением очаговой и общемозговой неврологической симптоматики. Инсульт известен с древних пор. Еще Гиппократ описывал первые симптомы инсульта, которые относятся к 1460 году до н.э. Основные виды инсульта – это инфаркт мозга или ишемический инсульт, кровоизлияние, геморрагический инсульт и сок барахноидальное кровотечение. Кровоизлияние, которое имеет различные клинические картины и различную диагностику. В данный момент, на данное время, инсульт является значимой социально-медицинской проблемой неврологии, так как почти 80% больных, перенесших инсульт, становятся инвалидами. Основные виды инсульта – это ишемический инсульт. Чаще всего он возникает у больных пожилого возраста, старше 60 лет, имеющих в анамнезе инфаркт миокарда, ревматические болезни сердца, нарушение сердечного ритма, в частности, сахарный диабет. Чаще всего он развивается вследствие закупорки артерий головного мозга, наступает гипоксия тканей головного мозга, что приводит к их гибели. Второй тип инсульта – это геморрагический инсульт, наиболее распространенный и часто возникающий в 45-60 лет в университете. Причиной и фактором риска данного вида инсульта – это гипертоническая болезнь, повышение артериального давления до высоких цифров, церебральный атеросклероз или сочетание этих заболеваний. И третий распространенный вид инсульта – это субарахнодальное кровоизлияние, в возрасте, чаще всего молодом, от 30 до 60 лет. В числе факторов риска предрасположенность является хронический алкоголизм, курение, избыточный вес. Инсульт сопровождается, проявляется общемозговой и неврологической симптоматикой. Общемозговые симптомы инсульта бывают чрезвычайно разные и не всегда являются подгномоничны для этого заболевания. Это может быть сильная головная боль, тошнота, оглушение, потеря сознания, периодически возникающая рвота. На фоне этих общемозговых симптомов нарастает неврологическая симптоматика. В зависимости от поражения участка мозга будет проявляться неврологическая симптоматика. Если поражен участок мозга, который обеспечивает функцию движения, то развивается в слабость, вплоть до паралича в той или иной конечности. Нарушение речи, асимметрия лица также относится к клинике. Факторами риска, которые могут привести к инсульту, является высокое содержание холестерина, артериальная гипертония, сахарный диабет, заболевания сердца и бетшемическая болезнь сердца, аритмия сердца, малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение, алкоголь, наркотики. Диагностика инсульта на данный момент проводится в специальных центрах, которые у нас находятся в городе Майкопе. Для диагностики инсульта используется либо магнитно-резонансная, либо компьютерная томография, которая позволяет в ранние сроки увидеть пораженную очагу мозга. Первая помощь при инсульте заключается в соблюдении постельного режима для больного и полного покоя, потому что в случае паники давление будет повышаться, чему способствует выброс адреналина, что еще хуже может усугубить состояние. При инсульте, при первых появлениях как общемозговых, так и нейрологической симптоматики, нужно немедленно доставить больного в стационар, который оказывает диагностические услуги, то есть в котором есть компьютерная томография или МРТ. Также до приезда скорой помощи важно не давать больному ни есть, ни пить, так как может быть нарушена функция глотания, что может привести к поздным осложнениям, в частности к негмонии.